Вести Карачаева Черкесия В Карачаево-Черкесии приняли законопроект для недопущения ДТП с участием бродячего скота. В республике наметилась стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусу. 5 из 12 муниципалитетов полностью свободны от COVID-19. И порядка 10 торгово-остановочных комплексов в столице Карачаево-Черкесии до 1 сентября этого года планируется оформить в едином стиле. Далее подробнее об этих и других темах. Правительство России одобрило заявку Карачаево-Черкесии на привлечение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта по развитию туристко-рекреационного комплекса «Дамбай» до конца 2024 года. В частности, планируется строительство и реконструкция горнолыжных трасс общей протяженностью более 17 километров, в том числе более 1 километра новых и более 16 километров реконструируемых трасс. Кроме того, по проекту развития курортной зоны в «Дамбай» запланировано строительство сооружений инженерной защиты. Более 12 тысяч детей из Карачаево-Черкесии смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории региона. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется стопроцентная загруженность. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Начало летней оздоровительной кампании мы планируем на 1 июня. В течение лета будут организованы 5 или 6 смен продолжительностью по 14 дней. И в загородных лагерях у нас их будет 6. Плюс мы запустим работу лагеря палаточного типа. И остальные детки у нас будут отдыхать, как всегда, летом в школьных лагерях. Планируем охватить, я думаю, чуть больше 12 тысяч детей в этом году. Министерство образования и науки Карачаева-Черкесской республики по приказам об обеспечении комплексной безопасности в школьных лагерях дневного пребывания, в целях обеспечения этой безопасности, начальникам муниципальных органов управления образованием, предписывает создать условия для безопасности жизни и здоровья детей. Вчера состоялась 38-я сессия Народного собрания республики, на которой было рассмотрено 15 вопросов. В ряд региональных законов внесены изменения. Во втором чтении принят актуальный законопроект о внесении изменений в республиканский закон о порядке выпаса содержания и прогона сельскохозяйственных животных. Теперь администрации муниципальных образований будут проводить регистрацию животных по хозяйственной книге на основе сведений, предоставляемых владельцами животных. Собственники животных должны идентифицировать животное любым возможным способом. В 22-й российской выставке племенных овец и коз, которая проходит в эти дни в Волгограде, принимают участие делегации Карачаевой-Черкесии во главе с министром сельского хозяйства Анзором Буташевым. На выставке представлено свыше 300 голов племенного поголовья овец и коз, перспективные зарубежные и отечественные породы, селекционные достижения последних лет. Карачаево-Черкесию представляют три племенных хозяйства – Икар, Махар и Эспоказаря. Карачаева-Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых смогут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты. В административно-учебном корпусе будут жилые модули на 60 курсантов, столовая, медицинско-бытовое и спортивные комплексы. Ожидается, что к учебным сборам будут привлекаться старшеклассники, а также учащиеся колледжи и профтехучилищ. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Центр будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе, и целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаева-Черкесии Рашидом Бориспевичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаева-Черкесской республики, 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаевской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаевской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Порядка 10 торгово-становочных комплексов в столице Карачаево-Черкесии до 1 сентября этого года планируется оформить в едином стиле. Этот вопрос обсудили на встрече представителей администрации Республиканского центра и арендаторов торговых площадей, расположенных на остановках общественного транспорта. Проект типовых торгово-становочных комплексов разработан по поручению мэра города Алексея Баскаева. Жители Карачаево-Черкесии смогут сами определить список территорий, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого достаточно зайти на платформу за.городсреда.ру и отдать свой голос за объект в рейтинговом голосовании. Подробности сообщила заместитель министра строительства ЖКХ Республики Зульфира Бачаева. По городу Черкесску мы на следующий год будем отбирать из двух одну территорию. Это либо аллея под Аватара, либо лестничный спуск на Зелёный остров. По городу Карачаевску отбираем дизайн проект улицы Мира. По городу Уйджигута будет выбираться из двух скверов один. Либо по Морозово, либо по Первомайской. Вот два сквера выставлены. Тоже посмотрим, за какой из них жители будут отдавать свои голоса. И в Медногорском детский парк по Парковой улице. И также аллея по улице Бардина. В Карачаево-Черкесии наметилась стабилизация эпидемической ситуации по коронавирусу. Пять из 12 муниципалитетов региона полностью свободны от COVID-19. В частности, вирус полностью отступил в Адыгехабльском, Ногайском, Зеленчукском и Карачаевском районах. А также в Карачаевском городском округе, где нет новых случаев инфицирования и больных, которые находятся под наблюдением. Снижение заболеваемости в первую очередь является свидетельством высокого уровня вакцинации от COVID-19, который составляет 77,5%. Новости из оперативного штаба. Сегодня, 27 мая, в Карачаево-Черкесии выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения составило 46 022. 44 867 человек выздоровели, 984 человека скончались от коронавируса. 16 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. 29 мая в 19 часов в амфитеатре Парка культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится концерт «Мировые хиты» Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаевой-Черкесии. В нем примут участие приглашенные звезды, заслуженная артистка Карачаевой-Черкесии Марьяна Алботова, султан Батчаев и солистка Государственной филармонии Ставрополя Валерия Петина. О предстоящем событии расскажет дирижер Камерного оркестра Марат Гидеев. Это повторный концерт. Первый концерт мы проводили 19 марта. Он прошел с большим успехом, был полный зал. Многим очень он понравился, и поэтому по многочисленным просьбам наших зрителей мы его повторяем. Мы повторяем его уже в амфитеатре, поэтому мест билета будет еще больше. Те, кто в прошлый раз не успел купить билет, не успел посетить его, вы можете прийти. Будет очень интересное свето-звуковое шоу. Мы будем играть саундтреки из всеми любимых фильмов, сериалов, таких как «Пираты Карибского моря», «Игра престолов». Приходите, увеляю вас, не пожалеете. Архызская сосна. Деревья памятники живой природы по ссылке роздерево.ру в период с 1 мая по 1 августа 2022 года. Сосна обыкновенная высотой 30 метров растет на поляне Таума в окрестностях села Архыз. Конкуренцию нашему дереву составляют 60 деревьев из различных регионов страны. Все деревья-участники занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Мы призываем всех жителей Карачаева Черкесской республики, патриотов и истинных ценителей, любителей родной природы принять участие в выборе российского дерева 2022 года. Номер Архызской сосны на сайте для голосования 22. На федеральной автодороге Черкесск-Донбай произошло ДТП с участием «Шевроле» и «ВАЗ», в котором погиб 21-летний житель Узьгуты. Водитель автомашины «Шевроле» Лачети, 33-летний житель Дагестана, при развороте на федеральной автодороге не предоставил преимущества в движении транспортному средству, из-за чего водитель машины «ВАЗ-2114» 21-летний молодой человек допустил столкновение с «Шевроле». В результате аварии от полученных травм парень скончался на месте происшествия. А водитель «Шевроле» и пассажиры обеих машин с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в реанимационное отделение медицинских учреждений Узьгуты и Карачаевска. В Осентуках прошел чемпионат Северокавказского и Южного федеральных округов по баскетболу среди женских и мужских команд. Наша мужская команда заняла почетное третье место, а женская досталась первая ступень педестала. Мужская команда в игре за третье место одержала верх над сборной Нальчика прошлогодними победителями чемпионата СКФО и ЮФО. А женская команда провела финальный матч за первое место с командой «Спарта-Краснодар». И буквально в последние минуты матча вырвала победу у соперниц. По итогам состоявшейся игры лучшим нападающим чемпионата среди женских команд признана игрок нашей команды Наталья Лисовая. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23, плюс 28, горах местами до плюс 19. В горах республики свыше 3000 метров лавина опасна. В Черкесске без осадков ветер восточный 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 27 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил в марте Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Про Пушкинскую карту для подростков слышали? С балансом 3000 рублей на культурную программу. Скорее получите карту. А если уже, то успейте потратить с нее деньги до конца года, пока баланс не сгорел. Все подробности на культура.рф Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкачер.ру. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч!